Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами рассмотрим тему, что такое поршневые кольца двигателя, особенности, разновидности и для чего нужны эти детали. Более подробно этот и другой материал вы можете почитать на нашем сайте buzzlight.ru, ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, сегодня мы с вами узнаем, что же называются автомобильными поршневыми кольцами двигателя, каково их основное предназначение, а также какие существуют разновидности этих немаловажных компонентов силовой установки. Кроме того, расскажем про особенности, из каких материалов изготавливают поршневые кольца и чем различаются детали друг от друга. Но в заключении поговорим о том, что такое компрессионные и маслосъемные кольца, для чего они нужны и какую роль играют эти ключевые элементы той или иной силовой установки транспортного средства. Итак, что же такое автомобильные поршневые кольца и какие они бывают? Поршневыми кольцами называются специальные кольца незамкнутого типа, которые имеют небольшой зазор в своем строении и посажены в канавке поршней силовой установки, того или иного транспортного средства. Все поршневые кольца подразделяются на два основных вида, маслосъемные и компрессионные. Чтобы понимать, для чего нужны поршневые кольца автомобилю, необходимо знать, как они функционируют. Об этом и другом мы подробно сегодня поговорим в нашем видеоматериале, чтобы понять, какие задачи выполняют эти ключевые элементы двигателя автомобиля. Справочным заметим, что на сегодняшний день некоторые автопроизводители, на примере компании BMW, уже изначально создают силовые установки с повышенным расходом моторного масла. На так называемый угар, в связи со специфической конструкцией поршневых колец. Делается это в первую очередь для того, чтобы максимально снизить потери в процессе функционирования мотора на трении, а также ради меньшего износа цилиндропоршневой группы. Кроме того, из-за такой необычной конструкции элементов двигателя, моторное масло как бы освежается и тем самым увеличивается межсервисный интервал обслуживания автомобиля. Итак, из какого же материала изготавливают поршневые кольца? Большинство поршневых колец изготавливается из распространенного материала в автомобилестроении, чугуна. Структура данного материала дает возможность кольцам удерживать моторное масло, тем самым уменьшать износ силовой установки. Наиболее популярной разновидностью чугуна в производстве поршневых колец является ковкий чугун, который в народе называют еще пластичным. Такой вид чугуна обладает множеством положительных качеств, самое главное из которых это способность упруго деформироваться. Это качество облегчает процесс установки колец в канавке поршней. Следующий тип материала, из которого изготавливают поршневые кольца, это нержавеющая сталь. Данный материал является усовершенствованным видом хромированных чугунных колец. Сама по себе нержавейка – это материал, который содержит определенное количество хрома. Такие кольца почти ничем не отличаются по свойствам от хромированных. В отличие от колец, изготовленных из чугуна, стальные элементы способны лучше противостоять высокой температуре, а также ее резкому перепаду. Кроме вышеописанных материалов существует еще один, который был создан с целью увеличения срока службы колец, а также обеспечения их ускоренной приработки. Этот материал называется молибден. Основа такого материала – это чугун, а внешняя поверхность состоит из молибденового покрытия. В отличие от хрома, молибден обладает противоизносными свойствами и имеет большую сопротивляемость механическим воздействиям. На сегодняшний день большинство современных двигателей компонуются поршневыми кольцами именно из молибдена, так как они более надежны, долговечны, чем стальные и чугунные, а также легко прирабатываются к узлам силовой установки. А теперь давайте с вами рассмотрим одну из разновидностей поршневых колец – это компрессионные кольца двигателя. Что же такое компрессионные кольца? Это разновидность поршневых колец двигателя автомобиля, которые предотвращают проникновение или прорыв газов из камеры сгорания цилиндров в картер силовой установки. Как правило, наружный диаметр таких колец в свободном состоянии будет меньше внутреннего диаметра цилиндра. Заметим, что небольшое участок компрессионных колец специально срезан. Такой вырез в этих деталях называется замком. Замком компрессионных колец. Заметим, что в природе существует большое множество конфигураций компрессионных колец, причем эти отличия на глаз порой трудно различить. Например, кольцо такого вида может иметь специально небольшое перекручивание, то есть верхняя и нижняя поверхности детали не будут лежать плоско в канавке поршня, а они имеют вид слегка наклоненных. Таким образом, благодаря такой конструкции верхний и нижний край лицевой поверхности вступают в контакт с отверстием самого цилиндра. Как правило, компрессионные кольца производители конструируют таким образом, чтобы максимально ускорить их приработку поверхности к стенкам цилиндров, а также помочь уплотнению детали в верхней и нижней плоскостях канавки, которая служит специально для кольца. Отметим, что параметр перекручивания кольца достаточно малый. В большинстве случаев эта конструкторская особенность делается при помощи стачивания фаски, расположены на внутреннем крае детали силовой установки. А теперь давайте с вами рассмотрим следующий вид, маслосъемное и второе компрессионное кольцо двигателя. Так, что же такое маслосъемные кольца? Это разновидность поршневых колец, которые препятствуют проникновению моторного масла из картера двигателя в камеру сгорания, обеспечивают снятие излишек масла со стенок самого цилиндра. Кольца такого типа устанавливают в силовой установке ниже уровня компрессионных. Главным конструкторским отличием маслосъемных колец от компрессионных является наличие у первых специальных сквозных отверстий. Более наглядно на изображении вы можете видеть маслосъемные кольца и уплотнители, а также замок и основные конструкторские особенности данного элемента силовой установки. Кроме вышеописанных колец есть еще один тип, который называется вторым компрессионным. Главной задачей этого элемента двигателя является дополнительное уплотнение верхнего маслосъемного кольца. Как правило, второе кольцо контролирует только газы, которые направляются мимо верхнего кольца, а давление с температурой при этом разнятся от показателей для верхнего компрессионного кольца. Поэтому к материалам и конструкции второго компрессионного кольца предъявляются менее требовательные запросы при производстве, так как эти параметры не являются критичными для его основных функций. Таким образом, второе кольцо выполняет функцию, которая помогает маслосъемному кольцу избавиться от лишнего моторного масла на стенках цилиндров. Этот процесс уберегает силовую установку от возникновения детонации, благодаря предотвращению попадания излишнего масла в камеру сгорания цилиндра. Как вы отмечали ранее, некоторые модели компрессионных колец специально изготавливаются слегка скошенными. Это делается для того, чтобы максимально содействовать функционированию маслосъемного кольца. Скош на таких кольцах, как правило, расположен у верхнего края детали. Принцип работы основного или первого компрессионного кольца осуществляется таким образом, что оно двигается поверх моторного масла при движении вверх в рабочей области цилиндра и удаляет как скребок излишки технической жидкости при движении вниз. В том случае, если удаление масла по какой-то причине основным кольцом невозможно, то второе кольцо, расположенное за маслосъемным в предудительном порядке, удаляет все оставшееся масло с поверхности стенок цилиндров. С правочным советом, что сегодня можно встретить в продаже вторые компрессионные кольца без специального зазора или замка. Данные элементы обладают новой и современной конструкцией, которая так и называется беззазорная. Однако отметим, что изготовить кольцо полностью без зазора практически невозможно, так как мы просто потом их не сможем установить на поршень и при этом оно еще будет нерегулируемым, даже в том случае, если будут совсем небольшие отклонения формы отверстия цилиндра от окружности. Поэтому кольца без зазора оснащены специальным отверстием или разрезом, просто оно столько минимально для отвода газов из камер сгорания, что они проходят мимо элемента. Справочное для наглядности на нашем изображении, которое у вас на экране, продемонстрировали диапазон зазоров в замках поршневых колец. Это эталонное значение зазоров в рамках колец. Показатели отображены в миллиметрах. Благодаря новым технологиям, при производстве поршневых колец, которые не обладают выраженными зазорами, узлы двигателя автомобиля, благодаря им, способны быстрее притереться друг к другу в процессе обкатки. При этом силовая установка способна выдавать чуть большую мощность при диагностике на стенде. Как правило, потребность в беззазорных поршневых кольцах напрямую зависит от того, как функционируют другие кольца мотора. В том случае, если компрессионное кольцо верхнего типа дает качественное уплотнение, то второе, которое без зазора, уже особо не играет никакой роли в процессе работы двигателя. Однако в реальности, на современных моторах, второе компрессионное кольцо, которое идет без зазора, действительно может быть средством для получения большей мощности и отдачи от силовой установки. На заключение отметим, что наиболее важным типом поршневых колец для оптимального функционирования двигателя, внутреннего сгорания, того или иного транспортного средства, являются именно маслосъемные элементы. Особенно важную роль они выполняют в случае систематического использования бензина с низким октановым числом. Благодаря этим кольцам происходит очистка камер сгорания цилиндров и головки поршни от моторного масла, которое их загрязняет. Кроме того, как следствие, это способствует выработке силовой установкой максимально возможной мощности при необходимости. И на этом наш видеоматериал завершен. Мы с вами прослушали и посмотрели материал на тему, что такое поршневые кольца, особенности, разновидности и для чего нужны эти элементы силовой установки. Ну а более подробно, если это и другие материалы, вы всегда можете найти на нашем сайте www.bazla.ru Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их к нам на наш YouTube канал или оставляйте на нашем сайте. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Берегите себя и всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!